Мы находимся на окраине Черногорска. Представьте, что этот пустырь, достаточно большой по размерам, приносит в бюджет республики миллионные доходы. За счет чего, спросите вы, все просто. К примеру, здесь перерабатывают овощи, а немного дальше, допустим, вон там. Прибыль приносят фирмы по производству строительных материалов. И это далеко не мечты, скорее перспектива. На этом участке, на 200 гектарах земли, развернется промышленный парк Черногорский. Этот проект входит в Абакана Черногорскую агломерацию и, по сути, представляет собой промышленный комплекс из разных предприятий малого и среднего бизнеса, руководит же им единый оператор. Такая объединенная промплощадка – оптимальный вариант для развития экономики и своего рода гарантия. Город, где основной доход приносит добыча угля, получит дополнительное поступление налогов за счет современных инновационных производств. Инвестиционные площадки с готовой инфраструктурой – это конкурентное преимущество для регионов, для того, чтобы к нам пришли инвесторы. Это для республики и новые производства, и новые рабочие места, инвестиции, и эффективное использование земельных ресурсов. Разворачивать первый промышленный парк в Черногорске будут в два этапа. Первый по времени займет весь этот год. Прежде чем на нее зайдут инвесторы, площадку подготовят. Участок обеспечат всей транспортной и коммунальной инфраструктурой. Это электро-, водоснабжение и водоотведение. Мощности должно хватить на десяток предприятий. Ко второму этапу перейдут уже в 2014 году. Значительно увеличат мощность. Это позволит открыть еще по меньшей мере 20 предприятий. Приходит инвестор, и он уже получает участок с подведенными к нему всеми коммуникациями и дорогой. В дальнейшем там будет еще железная дорога. Это важно потому, что, во-первых, мы все понимаем, что подведение инфраструктуры, получение всевозможных разрешений, строительных подключений, это все, конечно, занимает время и деньги для предпринимателя. Финансировать проект будут на условиях государственного частного партнерства. Причем вклад частных инвесторов, естественно, больше – 6 миллиардов рублей. Из бюджета на промышленный парк уйдет более миллиарда. Общий объем финансирования превысит сумму в 7 миллиардов рублей. Между тем, выгода для Хакаси очевидна. Доля обрабатывающих производств по расчетам специалистов в Черногорске вырастет к 2021 году с 1% практически до 43%. Проще говоря, на каждый вложенный рубль придут частные инвестиции в пятикратном размере. Снизится и безработица промпарк Черногорский сможет трудоустроить более 3,5 тысяч человек. Хакасия может заинтересовать частных инвесторов и убедить вложить собственные деньги в проект. Для участников строительства промпарка Черногорский предоставили ряд преференций. В первую очередь финансовая поддержка – это налоговые льготы, субсидии и бюджетные инвестиции. Свою гарантию дает и муниципалитет. Город устанавливает льготные ставки на аренду земли, возмещает часть уплаченных процентов по кредитам, кроме того, берет на себя долю от затрат по разработке бизнес-планов. Вложить свои средства в промышленный парк может любой желающий, не только из города Черногорска или Хакасии в целом, но и из других регионов. Будет ли это новое производство, или частник захочет расширить уже работающее предприятие, не имеет значения. У нас есть проекты, заявленные и в сельскохозяйственном пластыре, то есть это переработка овощей всевозможных. У нас есть заявленные проекты, как бы, зверсовхоз, то есть разведение норок, лис, интересные проекты. Но пока большинство проектов – это все-таки в статейно-индустриальной отрасли. Расширить свое производство решил и Черногорск, отдел строй. Фирма изготавливает строительные материалы, легкие тонкостенные конструкции. В рамках Абакана Черногорской агломерации при поддержке правительства и администрации города закупили оборудование. Реализация пошла успешно. Сегодня у руководства предприятия планы есть и на промышленный парк. Составлены и проекты кое-какие по разработке, по внедрению проекта по овощехранилищам и переработке картофеля. Ну, там на 5000 тонн хранилища планируется. И общая стоимость, вообще весь проект порядка 80 миллионов. Такое сотрудничество предприятий, уверены разработчики проекта, выгодно не только для инвесторов, но и для населения республики в целом. Близость группы компаний приведет к тому, что упадет себестоимость, может быть, и на энергоносители, и на ту продукцию, которую производят. На начальном этапе пять потенциальных инвесторов. Каждого из них курирует администрация города, помогает избежать бумажных волокит. Суммарный объем заявленных вложений более миллиарда. Предприятия займутся производством облицовочного кирпича, будут перерабатывать лесные дары, грибы и ягоды, а также овощи. А вот новокузнецкие предприниматели откроют здесь фабрику по бракетированию угля. Что еще будут производить на этом участке, 100% пока неизвестно. Республика в поисках новых инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин